добрый день уважаемые подписчики сегодня у нас автомобиль hyundai porter 2006 года выпуска это первая серия porter который у нас стал выпускать тагас двигатель на этом автомобиле рубированный 2 и 5 стоит сегодня мы на этом автомобиле заменим тормозные шланги все перед зад и прокачаем тормозную систему для этого мы сейчас поднимаем автомобиль снимаем все четыре колеса и приступаем тормозные шланги мы будем использовать оригинальные hyundai жидкость тормозной мы будем использовать если не ошибаюсь по моему трв приступаем вот здесь у нас находится бачок с тормозной жидкости мы его открываем и выкачиваем вакуумом тормозную жидкость из системы из бачка и система потому что она все равно у нас будет меняться и она при замене шлангов у нас вся потечет вниз поэтому мы берем вакуумную нашу экспресс замену масло открываем вот этот колпачок здесь было все в глине почистили вот такая экспресс замена вот такой гибкий шланг на ней идет одеваем наш ключик здесь на 10 и и одеваем вот этот носик по шлангу сейчас будет видно как пойдет жидкость я вот его открываю и включаю вакуум потянула жидкость дальше будет суметь я выключу отключал жидкость с этого колеса получается здесь самый короткий контур мне было интересно вытянуть из бачка из бачка я жидкость вытянул вот ее видно сейчас пройдусь по всем колесам с каждого колеса до вытягиваю из магистрали и потом уже можно откручивать тормозные шланги на улице ветер сорвался залил я все шланги тормозные вот эти разъемы не разъема а штуцера они не откручиваются попробовал здесь ключик на 11 грани начинают тянуться а штуцер не отрывает не не на 11 и вот этим ключом спереди я попробовал шланги я смог открутить одеваем ключик и немножко вы даже сильно затягивать не на немножко под поджимаем сзади ключом на 17 держим шланг вот так вот там место позвали немножко шумно будет в микрофоне откручиваем его так вот сразу идет ну возможно что еще и откис потому что вообще не хотел никаким образом идти ключ очень удобно также и сверху второе крепление тоже вот так вот 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Все, пошел Когда крутите, смотрите, чтобы именно пошел штуцер, а не трубка Бывает, трубка в штуцере закисает, и начинает крутиться трубка, и трубка приходит в негодность Приходится снимать целиком и менять трубочку Открутил штуцер, теперь снимаем стопор Немножко перемещу Снялся Стопор еле снял, закисан Там окислился и край уже гнется Снимаем со второй стороны Но этот Должен легко сняться Да, легко снялся Вытаскиваем шланг Новый шланг мы будем оригинальный Использовать Номер его 58 812 4B101 Здесь вот Ставим, сразу наживим Сверху И снизу тоже Все, шланги мы наживили И сверху и снизу Теперь ставим стопор Верхний стопор я Снизу поставлю А нижний вверху подставлю Здесь вот Паз Заводим И забиваем Стопор Все, теперь можно уже Докрутить трубки до конца Я их только наживил Затягиваем А спереди здесь два шланга Внутренний шланг И вот наружный шланг Они разделяются Здесь я уже Все трубки посрывал Этим ключом Ну, что сыра Не трубки, что сыра Поэтому они у нас Расслаблены Также берем Сразу Снимаем стопор И откручиваем Штуцер Перед этим Как и сзади Я тоже заливал ВДшкой Несколько раз Пробрызгивал Чтобы откисли И смотрим Спереди Вот здесь у нас Они соединены Как и сзади Откручиваем верхний сначала. Снимаем стопор. А, верхний у нас на второй шланг. Штуцер тогда откручиваем на суппорте. И снимаем второй шланг наружный. Наружный шланг у нас оригинальный номер. Его 58-811-4B-001. Это наружный, который идет от трубки к суппорту. Наживляем его на суппорт. Наживляем его на суппорт. Теперь заводим его в паз и ставим стопорное кольцо. Затягиваем трубку. И откручиваем нижнюю. Здесь получается верхний шланг у нас, то есть наружный шланг у нас идет армированный в проволочной оплетке такой. А внутренний шланг он идет просто резиновый без оплетки. Снимаем стопорное кольцо. Снимаем шланг. Второй шланг у нас имеет оригинальный номер 58-813-4B-001. Устанавливаем шланг, наживляем его, вставляем его в разъем и фиксируем стопорной скобой. Закручиваем. Все, мы его подтянули. Теперь переходим на эту сторону и затягиваем. Закручиваем шланг. Большое, которые Вот здесь хорошо видно, где паз, шланг встает, ставим стопор. И закручиваем штуцер. Закрутил. Теперь затягиваем наш штуцер на суппорте. Я его наживю, но не подтягиваю. Здесь есть прорезь под квадратный штуцер, чтобы он встал. И подтягиваем его маленько. Все. Заменил я шланги и со второй стороны оба. Теперь заливаем тормозную жидкость. Тормозную жидкость мы будем использовать фирмы ТРВ. Один литр. Номер ее PFB-401. Заливаем ее в бачок. Бачок у нас находится... Я уже показывал, где мы сливали ее. Открываем и заливаем. Я хочу рассказать, показать. Было очень неудобно, потому что бегал вокруг автомобиля. Хочу рассказать, как я в одиночку прокачал тормоза. Один, без помощника, без всего. Как я и говорил, заливаем тормозную жидкость. Жидкость я залил. Вот сейчас я уже выставил уровень. Вот видно у нас максимум. Залил жидкость и начал с заднего тормозного колеса. Ну, заднего дальнего колеса, заднего правого. Так как у нас на левом вообще нету суппорта. Начал с заднего колеса. То есть цилиндрик у нас на заднем левом колесе, у него вход и выход. А вот здесь есть на заднем правом прокачка. Подцепил вакуум. Вакуум для экспресс-замены масла, которым я выкачивал тормозную жидкость. Нигде не читал. Идея просто пришла в тот момент, когда выкачивал тормозную жидкость. Вот таким образом. Подцепил, открыл, включил вакуум и пошел. Двигатель я еще не заводил тогда. Пошел два-три раза, надавил на педаль тормоза. Пришел, посмотрел, добавил тормозной жидкости. После этого еще раза три-четыре я надавил на педаль. При этом штуцер был открытый и вакуум продолжал тянуть тормозную жидкость через штуцер прокачки. Потом я пришел на правое переднее колесо, также сделал. Добил жидкости, сделал на переднем левом колесе. Потом вернулся назад. Опять таким же образом повторил всю эту процедуру. Уже, правда, заведенный. Автомобиль был, чтобы мне вакуум помогал. И вот сейчас могу показать. Автомобиль заведен. Педаль тормоза. Все, вот полностью. В одного прокачал тормоза. Очень удобно. Если кто возьмет, попробует, отпишитесь. Скажите, ребята, как у вас получилось? Я еще вакууматор заказал с Алиэкспресс. Придет он. Попробую его. Но там наверняка все равно придется помогать. Но такого уже усилия не надо будет на педаль создавать. Здесь, получается, компрессор у нас качает. Рециркуляционный клапан. Он создает вакуум. И этот вакуум тянет тормозную жидкость. Получается, за воздушивание не получается в тормозной системе. Там постоянно есть жидкость. Жидкость, которая тянется с бачка. И оно, наверное, быстрее всего есть. Сегодня положу, почитаю. Но я сделал. На этом все. Экспресс-замену тормозной. Какая экспресс-замену? На этом мы тормозные шланги поменяли все в круг. Жидкость заменили, тормоза покачали. Всего вам доброго!